Мне было 14 лет, когда мы вернулись домой в Крым. Крым-Судак для меня была картинка на зеркале у моей бабушки. Это была картинка Генуэзской крепости, которая в Судаке. И я знала, что там где-то находится наша родина, там где-то находится наш дом. Мой первый день это был либо 23, либо 24 августа. Это 1992 года. Я точно помню эту дату, потому что это был переезд из Ташкента на поезде в течение пяти дней. Это был изнуряющий переезд, достаточно сложный, с пересадками. Мы выгрузились на ЖД вокзале в Симферополе. Нам помогал переезжать мой дядя. А мой дядя, я достаточно рано лишилась отца, и он выполнял функции главного мужчины в нашей семье. И мы сели тогда с поездом, мы пересели на автобус и ехали уже в Судак. И внезапно он начал плакать. Я никогда не видела слез на его лице, но вот проезжая Грушевский перевал, когда мы все больше и больше, скажем так, поднимались над горы и потом спускались с перевала, уже в Судакскую долину, эти слезы просто шли градом. И для меня это было вот что-то невероятное. То есть в моем представлении о моем дяде, он не мог плакать. То есть мужчина не должен был плакать. Он был депортирован, когда ему было 6 лет. И вот эти слезы, это было первое впечатление о первом дне на родине, о первом дне дома. Дальше была бытовая абсолютная история. Это поиск квартир, это скитание по квартирам, это закончившиеся деньги на содержание этих квартир, это жизнь больше двух месяцев в палатке. И вот я помню, что тогда у меня было два страха. Один страх был связан с отсутствием дома, что мы останемся так на всю жизнь без дома. А второй был страх о том, что моя мама никогда не найдет работу, и мы не сможем нормально жить. Вот эти два страха меня всегда сопровождали до тех пор, пока вот они, собственно, мама не устроилась наконец на работу. Причем на работу по специальности, имеется в виду школу. У нас, уныли, бедноли, но с течением времени появился дом. Где-то с 6 по 11 класс я была единственная крымская татарка. Кроме меня больше никого не было. Первые месяцы это вот были там 25 голов, обращенных на заднюю парту, и вот под такими взглядами, собственно говоря, приходилось адаптироваться и учиться в школе. Потом это, конечно же, прошло, появились друзья, появилась обычная какая-то подростковая жизнь. Я не могу сказать, что вот какой-то прессинг был, нет, но бывало, что вот ты испытываешь на себе удивление, да, то есть удивляются, что ты можешь хорошо, что ты можешь отлично. Вы знаете, каждый новый период, каждый новый исторический этап, каждая новая избранная власть в Украине, в Крыму, она как-то преподносила какие-то новые сюрпризы. Я не могу сказать, что становилось легче, но эти все процессы происходили как-то совсем иначе. То есть какие-то новые вызовы были, да, если к концу 90-х годов проблема земли, да, и земельных отношений как-то начала регулироваться, да, как-то вот входить в какое-то правовое поле, то возникли новые вызовы, связанные там с политическим присутствием, да, с субъектностью крымских татар. Да, конечно, если сравнивать с начала 90-х и конец 90-х, это абсолютно разные эпохи, можно сказать. Почему? Потому что от отрицания присутствия крымских татар, от отрицания права крымских татар на эту землю, от побоищ, запретов, дубинок и прочих вещей пришли к возможности переговоров, да, и участия крымских татар в этих процессах переговорных, да, в таких социополитических, да. Крымские татары вот со своим опытом выживания, они, собственно говоря, стали вот где-то форвардами, да, или локомотивом всех тех изменений, которые происходили в Крыму. У нас в доме всегда был разговор о том, что мы возвращаемся домой. То есть Крым для меня вот в подростковый период, в период 90-х, когда мы вот собирались ехать и уже приехали, это был дом, да, Крым — это был мой дом. Сейчас Крым — это не просто мой дом, это моя земля, моя территория, по которой я вот, ну, такое место сборки, да, моим каким-то домом чьим-то, ну, скажем так, моих бабушек и дедушек это перестало быть, и есть ощущение, ну, вот такой ответственности, что ты несёшь определённую... Ты должен понимать, что ты оставишь своим детям.